Приветствую нас Анафим, давайте разберем ваш текст, ваш вопрос. Вы знаете, вот, читая ваше описание проблемы, у меня не покидало ощущение такой вот двойственности того, что вы пишите. То есть, мне кажется, что глобальная проблема заключается в том, что вы не идентично себя ведете. То есть, есть такое слово, congruentность. Означает оно, это слово, совпадение внутреннего и внешнего, совпадение духовного и, соответственно, того, что мы там демонстрируем, грубо говоря, во внешний мир. И вот, мне кажется, что такого совпадения у вас как раз таки нет. А если есть, то крайне у этого такая, знаете, неловкая форма. Вот, крайне, знаете, у этого такая непонятная для окружающих форма. Потому что в остальное время вы ведете себя, ну, совершенно по-другому. В остальное время вы ведете себя абсолютно иначе и это, конечно, сбивает людей с толку. Значит, что я вижу? Ну, я вижу, в первую очередь, конечно, такую позицию жертвенную. Потому что вы взваливаете на себя много вещей, которые вам делать очень тяжело. Я вижу, что вы как-то вот, знаете, боитесь, что ли, конкуренции. Вот, со стороны, ну, мужчины, вот, такое у меня чувство тоже возникло. То есть вот, что вы боитесь конкуренции, потому что есть ощущение, что вы как-то боретесь за какое-то вот место под солнцем. Вы боретесь за право, как называется, полезное, за право быть значимой, за возможность быть значимой. Хотя я понимаю, как это случится. Вот, но тем не менее. И на это указывает, в частности, то, какого мужчину вы выбрали себе. Да, то есть у вас мужчина неуверенный, а вот у вас мужчина подозрительный, у вас мужчина мнительный, у вас мужчина истеричный. И по большому счету эти качества, они в российских реалиях подходят женщинам. Вот. Понятно, что они в такой гротескной форме, но подходят все-таки они женщинам. Но вы, тем не менее, несмотря на то, что это подходит женщинам, вы этими качествами не обладаете. Напротив, напротив, вы, что называется, всеми силами, всеми силами, ну, в общем и целом, вот как бы эти качества в себе самой. Я боюсь, что отрицают. Вот. И получается так, что через, ну, мужчину, да? Вы реализуете таким образом переносите на мужчину свои слабости, которые у вас есть. Себе вы проявлять эти слабости не позволяете по причинам вашего личного опыта. Вот. Вот. Но через мужчину легко и просто это делается. Вот. То есть мужчина это с одной стороны отражение вас, вот. С другой стороны, ну, с другой стороны, это практически полное отсутствие конкуренции с стороны мужчин. Вот. Со стороны мужчины конкуренции именно с вами, да, вот, значилось. Вот. Потому что, вот, когда я читал ваши описания с проблемами, у меня возникло такое очень стойкое ощущение, что я читал, вот, описания борьбы двух людей. То есть, вот, как будто, знаете, два человека борются, борются друг с другом. Вот. Борются за право, там, вот, как, ну, за какое-то право. Вот. И, собственно, в запросах вот этой борьбы, да, вы выбираете слабого мужчину, нежели чем вы выбираете мужчину уверенным себе, но несущего угрозу вам. Вот. Ну, вы говорите здесь о том, что за последние пять лет у вас четкое осознание, что вы охладили мужчине к мужу своему, вот. Такое, конечно, бывает, но тут важно, опять же, да, что между вами общего, важно, что вас объединяет, вот, как мужчина вел себя, соответственно, раньше, как вы вели себя раньше, вот. Потому что семья – это система, и если мужчина изменился, значит, и вы изменились тоже. Либо изначально вы преподносили себя, ну, как некий такой, знаете, некий такой приз, который нужно завоевать. Вот, что, собственно, и повлияло на человека, вот таким образом, да, что он, значит, после того, как, ну, после того, как вас завоевал, вот, после того, как вы стали его, да, вот. То есть это, опять же, особенность вашего, особенность ваших отношений, вот, вот, это тоже нужно учитывать. Дальше. Идем. С одной стороны, вы здесь сильно, но с другой стороны, вы достаточно жертвенны. Ну, жертвенность – это, понятное дело, может, как бы, ну, отсутствие в полной мере личной ответственности за свои действия и поступки, на это вам мои коллеги, в принципе, уже указали. Ну, справедливости ради, я скажу, что это, ну, не только свойственно для вас, да, вот, и это свойственно и для вашего мужа тоже. Вот, поэтому тут, как бы, ситуация обоюдна. Вот, опять же, если бы муж был более ответственным в этом плане, я имею в виду глобально, то, ну, вряд ли вы чувствовали бы себя столь уверенно, скорее всего, у вас была бы тревожность, тревожность. Вот. Важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы можете жевать жвачку. Жвачка – это такая вот, ну, как бы сказать, агрессия, жвачка – это проявление агрессии. Жвачка – это стремление быть более уверенной, казаться более уверенной. Вот. И это, на самом деле, очень такой интересный момент, потому что вы вроде бы уверены, вроде бы всё ли что-то на нас, но вот жвачка – это такой полубессознательный показатель вашего внутреннего состояния. Понятно, что вы можете к этому, ну, отнестись, поскольку, вот, сказать, что да нет, на самом деле ничего такого нет, я вообще, как бы, уверенную в себе человека жвачку просто люблю, но тут, ну, не понимаете, что жвачку живут люди не просто так. Ну, не понимаете, что это направлены на челюсть, то есть это челюсть на работу. А челюсть на работу – это вопрос всегда агрессии, это всегда вопрос защиты, вот, это вопрос всегда уверенности в себе, ну, и так далее. То есть это вот пока достаточно, ну, достаточно серьезная вещь, вот, но, опять же, относиться к ней можно по-разному. Как проявляется ваша жертвенность? Вот, она проявляется в том, что вы, сейчас оказалось в тупике, в тупике, вы беспокоитесь за детей, вот, своих, может быть, вы правильно делаете, что беспокоитесь за своих детей, но вы беспокоитесь за своих детей, вы немножечко, немножечко не так, как это нужно. Что я имею в виду? Дети, вы хотите им счастье, не будут счастливы в такой семье, где, по сути, имеют место быть ревности, где имеют место быть прозрения, где имеют место быть какие-то придирки, ссоры, скандалы и прочее. Дети в таких, в такой семье, счастливы, быть не могут, в принципе, к сожалению. Вот, ну и получается, что вы это делаете вроде как для них, но на самом деле вы это делаете скорее для себя. Потому что именно вы боитесь ещё что-то поменять, а скорее всего именно вы боитесь что-то поменять. Вот, скорее всего именно вы боитесь ещё какие-то вотton коррективы в свою жизнь. Скорее всего, именно вы боитесь изменить свой привычный быть, несмотря на то, что он вам не нравится. Вот. То есть, при кажущейся вашей уверенности в себе, да, при кажущейся вашей такой, ну, способности справляться с проблемами, вы глобально, и, самое главное, наверное, определяюще, вот, вы, ну, как бы, от решений, вот, как таковых, вы отказываетесь, вот, и это, конечно, очень, на мой взгляд, показательный. Вот. Показательный именно в плане того, как вы относитесь, например, к себе, как вы себя воспринимаете, воспринимаете, вот, как вы относитесь к своим желаниям, как вы относитесь к своим личным границам, потому что то, как ведет себя в волшину, и говорит о том, что личные границы вы не выдерживают свои тусы, их не защищают, потому что ведет себя как агрессор, потому что ведет себя как, ну, как тиран, вот, а вы, соответственно, ведет себя как жертва, которая отбивается, вот, и, естественно, пытается найти спасителя, вот. Такая вот очень неприятная история, вот. Ну, а страх ответственности на глубинном уровне может быть связан с страхом ошибки, может быть связан и с различного рода другими моментами, вот, из детства. Тут и хотелось догадать, да, тут нужно, в принципе, с этим разбираться, вот, просто. А теперь, теперь, давайте, наверное, разберем ваш текст, да, более подробно. Итак, конец отношений или попытаться все наладить. Ну, вот тут вот сразу сходу идет попытка переложить ответственность на нас за то, что касается только вас. Вот, но это, коллеги мои, в принципе, вам уже указали, укажу я, укажу и я, что обычно при такой постановке вопроса человек выбирает тот ответ, который ему наиболее удобен. Вот. То есть там, где ответ, как бы, отзывается на решение, принято человеком, вот, то, как бы, ну, к самому ответу человек, собственно говоря, и прислушивается. Нет, это не связано с тем, что я как-то вот заранее пытаюсь сказать, что, ну, что вы там не выберете, например, лучшим мой ответ. Нет, это просто некорректная такая вот постановка вопроса, в принципе, некорректная постановка вопроса, потому что конец отношениям или попытаться принадлежать, это зависит от вас. Конец отношениям – это тогда, когда, когда не остается никакого желания что-то делать для партнера, не остается желания делать, что-то делать для человека. Вот. И, как бы, в этом случае наступает условный такой конец отношений. В этом случае наступает конец отношений. Понимаете? Вот. А пытаться все наладить можно тогда, когда, ну, такая потребность еще есть, вот, когда такое желание еще есть. И, как вы понимаете, все здесь отправятся ваши чувства. Но делать это нужно исключительно ради человека, не ради детей или там что-то еще. Если вы делаете это ради детей, это уже немножечко не то. Ну, а если честно, то совсем не то. Это, я не побоюсь этого слова, лицемерие. Определенно. Вот. И понятно, что детям такая история так же не нужна, как и вам. Ну, совершенно понятно, что, как бы, более счастливой, да, вас такой подход не сделает. Что-то такой подход насильственный, подход вынужденный, да. Дальше. Мы с мужем вместе уже 11 лет. Видите вы? У нас двое замечательных детей. Ну, 11 лет срок большой. Вот. И понятно, что за это время, за это время изменялись. И вы изменялись. И ваш муж вероятно, все вероятнее всего. И тут очень важно, как я сказал, тут очень важно, что между вами общего. Что между вами общего, что вас объединяет. Или объединяло, что вас, ээээ, связывало? Или связывает до сих пор. Вот это очень всё. Ам, такие важные моменты. Потому что если люди не меняются, или меняется только один партнер, то невольно кто-то уходит вперед. Ну, с учетом сказанного мною выше, я полагаю, совершенно очевидно, кто здесь ушел вперед. У нас двое замечательных детей. Ну, вы, может быть, довольно негативно воспримете то, что я сейчас вам скажу, но мне кажется, что детей вы несколько идеализируете. Вот, мне кажется, что детей вы здесь вот в данном случае несколько идеализируете и, на мой взгляд, ну, через чур, так сказать, превосносите их. Потому что они для вас слишком важны. Ну, если вы, собственно, ради них готовы вот так вот, там, собой, грубо говоря, поджертвовать. А вот это, конечно, не есть хорошо. За последние лет пять у меня есть четкое осознание, что я охладел чувствами к моду. Ну, смотрите, с одной стороны, такое бывает. То есть это, ну, вполне нормальная, обычная реакция, да, и чувства могут пройти все-таки срок немалый. И измениться вы оба могли, это тоже вполне себе нормально, нормально. Дело здесь немножко в другом. Забегая чуть вперед, я скажу, что вы описываете некоторые изменения в музеях, которые вами восприняты, ну, были, да и воспринимаются до сих пор негативно. Вот. То есть это, ну, вот, такие негативные изменения вашего музея, в том числе и физические. Фибические изменения. Фибические изменения. Негативные. Негативные. Вот. Вот. И очень важно понять для вас. Следующее. Насколько была твердой, крепкой духовная связь? Негативные. 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 И вашему музею. Потому что тут все достаточно сильно завязано на физику. Мне не хочется заботиться о нем и заниматься сексом. Ну, забота о нем, это непростой, достаточно тонкий момент. Что касается секса, то здесь тоже не все так однозначно. Это, с одной стороны, ощущение себя женщиной. То есть это вот такое естественное гендерное поведение. С другой стороны, это ощущение безопасности своей. И с третьей стороны, это, ну, все таки некая сексуальная активность. Да? То есть либидо. Мне нравится внимания мужчин со стороны, потому что я хорошо выгляжу, то моего мужа жутко злить. Вот смотрите. Мне нравится внимание мужчин со стороны, потому что я хорошо выгляжу. То есть такое ощущение, что вы здесь, внимание мужчин пытаетесь доказать себе, что вы хорошо. что вот, ну, что вы привлекательны, что моего мужа живут козлить, такое ощущение, что вы его в какой-то степени провоцируете. Он ревнует до такой степени, что непрерывно проверяет мой телефон, отслеживает мое местоположение, может разбудить среди ночи, а любовника у меня нет. Да, любовника у вас нет, но есть ощущение, что вы его провоцируете. Есть такое ощущение. Опять же, полубессознательное, и опять же, для того, чтобы, ну, как бы подтвердить свою уверенность. С другой стороны, подобная ревность совершенно неприемлема. А с другой стороны, и, коль и если она присутствует, это ревность, то ее нужно было либо сразу пресечь, чтобы чего вы не сделали, вот. Либо донести тому же, что это его проблема, что свою проблему он должен решать сам, вот, а вы свою. С помощью психолога, вот, как, например, сейчас вы обращаетесь, то есть этого ничего нет. Значит, скорее всего, вам это для чего-то нужно. Ревность мужа, несмотря на то, что вы его не хотите, несмотря на то, что у вас к нему претензии есть, вот. Ревность мужа, вероятно, для чего-то нужна. Если я отказалась заниматься с ним сексом, когда почти спала, он начинает обвинять, что меня совсем не хочешь, хотя в этот день у нас секс уже был два раза. Ну, здесь у вас родительская позиция, то есть это, вот, ну, у меня такое ощущение, что вы, что вы здесь выступаете как родители, а мы как ребенка. То есть это вот такая позиция у нас. Недавно я подслушал мой разговор с подругами, где я говорил, что что-то на тему, что мне не хочется, муж уже задолбал. Ну, опять же, это жертвы у нас некоторые, что есть да, вы можете это сказать, но что дальше делать, вы же ничего не делаете. При откровенном разговоре я сказал, что да, действительно пришел за собой следить, забросил спорт, что сильно располнил. В свадьбе весло восемь, мне тут сейчас сто двадцать, что мне его меньше хочется. Ну, опять же, да, то есть тут... Идея в том, что за одиннадцать лет-то, ну, не за одиннадцать, понятно, за, наверное, лет шесть, вот. Человек может измениться, человек может, как бы, ну, изменить свою комплекцию, вот это, в принципе. Нормально, вполне, вот. Вопрос, опять же, заключается в том, что вы сами человека не принимаете. То есть ему стоило измениться, да, и вас пропал к нему желанию. Такой вопрос, ну, а духовность в этом есть? Что-то есть, вот, а, духовная такая связь, а, между вами, например, или нет? Потому что, ну, вот, подобное проявление, да, оно демонстрирует, к сожалению, именно отсутствие духовной связи и недостаток. Вот. Потому что, а, имея место, быть, а, духовная связь между вами, я думаю, что, а, полнота мужа не была бы проблемы. от слова совсем не была бы проблемой. А так, это конечно же проблема и сложность, потому что не хватает, нехватка есть того, что вас связывает. Вот. И я вас, кстати говоря, в этом плане более чем понимаю. Другой вопрос, почему вы говорите об этом подруге, подругам, а не ему, не ему сынаму. Это тоже очень важный, на мой взгляд, момент. То есть, вы ему не доверяете или что-то еще. Дальше. После этого он стал приставать ко мне сексом по четыре раза, но это не ревнувает меня даже к жвачке. Ну про жвачку я уже сказал. Кстати, довольно символично. То, что он ревнует вас именно к жвачке. То есть, ну довольно символично, что жвачка это символ такой уверенности в себе человека. Ну такой вот, ну скажем так, показательный, внешний, демонстративный символ уверенности в себе. Вот. Ага, и мужчина на это очень сильно реагирует. То есть, ему очень не нравится, что вы демонстрируете уверенность, а он себя, соответственно, не чувствует. Так, он себя не чувствует уверенно. Вот. Это, конечно, очень, ну очень серьезно. Вот. Что касается того, что он стал приставать к вам, то это его реакция. Но. 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 Проблема вот в чем. Подобная реакция говорит об отношении вашего мужа к вам, к сожалению, как собственник собственности. То есть, вот вы для него собственные. Вот. И возникает невольный вопрос. А почему ваш муж вас воспринимает как собственник? С чем это связано? Как так вышло и как так получилось? Что человек относится к вам, как собственно, собственно, что распристаёт сексом, боясь, что вот вы, ну, вы там, что вот вы там уйдёете, например, или что вам, ну, что вам не хватает, чего-то. То есть, позитив секс здесь это, ну, попытка привязать вас к себе. Вот. Такая отчаянная, довольно примитивная, ну, попытка. И почему-то муж, ну, считает, что так вот с вами можно. Почему-то муж считает, что это, ну, нормально. Почему-то муж считает, что так вполне себе адекватно вести себя с вами. Дальше. Даже не попытался сесть на диету, купить абонемент в тренажёрный зал. Ну, здесь какая-то некая, некая ва... собственное требование к мужу, вот, основана на чём не совсем здесь понятно. Вот. Потому что, ну, вот, вы сами-сами требуете, чтобы он был вот кем-то, чтобы он был каким-то, что-то, вот, некоторые ваши потребности не удовлетворяются, на мой взгляд. Вот. А ответственность вы прикладываете на своего мужа, что, естественно, ну, вносит дисгормону в ваши отношения. Вот. Дальше вы начинаете, грубо говоря, жаловаться на своего мужа. Вот. Дальше вы начинаете на него жаловаться, вы говорите, что в наших отношениях далеко не всё гладко, ввиду того, что он считает свои единственные заботы, зарабатывает деньги, и он вкладывает деньги в ипотеку. Ну. А может быть это и так, как вы говорите, что, вот. Но идея здесь заключается в том, что вы, ну, что так было всегда, очевидно. И вы предъявляете претензии своему мужу за то, каким он был всегда. Всё странно, странно, что у мужа такое вот распределение ценностей, таким он адекватно считает свой вклад в семью, и его не переделать. Нет. А это вопрос к вам. Почему вы выбрали такого мужчину? Вот. Ну. Ожидали ли вы, например, того, что он будет вести себя по-другому? Если вы ожидали, то это вопрос уже к вам, это вопрос неизбывшихся надежд. Вот. Причём надежд совершенно не обратно, потому что получается, что вы ожидали от человека чего-то другого, а он это не оправдал, и теперь вы разочарованы. С другой стороны, вас может быть перестало устраивать то, как человек относится к семейным ценностям. Это тоже можно понять. Но если вас перестало это устраивать, перестало нравиться, перестало импонировать, что автоматически означает, что вы изменились. Вы, вы изменились. Именно вы изменились. Стали другой. То в таком случае это опять же вопрос к вам. Это вопрос именно, что к вам. Что в вас изменилось? Что в вас стало по-другому? Что вы, соответственно, перестали позитивно относиться к тому, что раньше вам нравилось. Вот. Это касается в принципе в целом распределения семейных обязанностей. Вы пишете, что вот я там отвожу детей в садик, занимаюсь детьми только я. Может быть это и не правильно. Может быть это и не справедливо, но в вашей семье это так. И за то, как в вашей семье распределены обязанности, ответственны вы. Потому что вы позволили этой ситуации случиться. Вы приняли своего мужа. А сейчас от этого выбора отказывается. Дальше. Значит, куда-то отпустить меня посидеть с моими детьми целая истерия. Когда ты придешь, звонки и пролочу. Ну, опять же, вот. Посмотрите, претензии, претензии к тому, каким ваш муж является. Вот. Так. При этом я заработаю удаленные изделия. Получаю 50 тысяч в месяц. Удаленно. Потому что я ребенка со школы встречаю. Другого пораньше из сада забираю. Ну, здесь уже вопрос вашего контроля детей. Что, на мой взгляд, является компенсацией внутренней неуверенности. Потому что, например, ребенка из школы встречать вполне излично. Если ребенок ходит в школу, он же сам способен из школы в принципе. Вернемся. Вот. Вы, скорее всего, со мной не согласитесь. Вот. Найдете причины, почему вы встречаете ребенка из школы. Вот. Причины будут уважительными. Соответственно, я не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда родители вот так относятся к детям. Вот. И, соответственно, я как бы знаю, как это происходит. Я не прощу вас соглашаться со мной. Я просто говорю о том, что это ваш собственный выбор. Ага. Это ваш собственный выбор встречать ребенка из школы. Вот. Просто ваш собственный выбор. И не более того. Могло бы быть все иначе. Вот. Ну и ребенку не мешает быть более самостоятельным. Что касается ребенка из школы, то, опять же, вы можете со мной не согласиться. Это будет ваше полное право, но нет никакой необходимости ребенку ходить в сад. Более того, для его личностного развития полезнее проводить время с родителями, полезнее проводить время дома. Вот. Вот. А сад психологами не очень скотируется, потому что в саду ребенок, ну, как личность, не получает, скажем так, развитие. Вот. А играть ребенок, в принципе, с детьми может и вне сада, вот, на детских площадках и так далее. Вот. Вот. Так что это, как бы, здесь такой момент. А, ну, он, как бы, все время принижает мою работу. Видите, опять жалоба на своего мужа у вас здесь. Он принижает мою работу. Я бы сказал немножко по-другому. Я бы сказал, что вы сами внутренне соглашаетесь с тем, что муж может принять вашу работу. Вы сами внутренне сомневаетесь в том, насколько она, я имею ввиду, ваша работа значима. И если вы сами в этом сомневаетесь, то мужу объективно ничего не стоит ее принижать. Ничего не стоит принизить того, кто сам в себе сомневается. Не сомневается, ничего не стоит принизить того, кто сам себя принижает, кто согласен с такой вот идеей, с идеей, ну, с идеей о том, что, ну, что можно принизить вот работу. Можно принизить. А, дальше, так. Например, отдыхает он, потому что заработал. Говорит, а что я не заботу часа вас, я плачу за ипотеку, я планирую на мой отдых. Ну, это его понимание, это нормально. В этом и выражается, по его мнению, забота, да? В этом и выражается, по его мнению, забота. Но вы этого не принимаете. И несите ответственности за то, что это не принимается вам. Недавно мы купили диван в новую квартиру и дочке кровать. Я говорю, удачная покупка у меня, ха-ха-ха-ха, как три твоих зарплата. Опять же, здесь мужчина борется с вами за, ну, как бы, за первенцем. Все-таки с конкуренцией. Но вы знаете, что он проигрывает. Но в то время обесцениваете себя. Я устал ложительным. Это значит, что вы не отследили и не защитили свой интерес. Мне кажется, отношения давно себя и жили. Возможно, но тогда в чем-то несу вашего вопроса. И я ему уже пытался это донести, отвечая, давай будем стараться что исправить. Возможно, для этого нужно разобраться в противоречиях и проблемах во собой. А для этого нужна, как минимум, семейная или индивидуальная работа. Он один день ведет себя нормально. Что значит нормально? Кто определяет, что такое нормально? Кто это определяет? А потом опять все то же самое. Мне не хочется травмировать детей разводом. А вы думаете, такие ваши отношения их не травмируют? Вот. Еще одно проявление жертвенности. Но живя в таком браке, я понимаю, что не счастливы. Ну, вы будете не счастливы в любых отношениях, если не измените отношения к самой себе. Что мне делать, я не знаю. Что мне делать, чтобы что? Честно говоря, я тоже не знаю, что вам делать. Пока вы не озвучите свою цель. Разобраться в себе, это одно, гармонизировать отношения, это другое. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok